Добрый вечер! На дорогу у нас выходит Роснано. Роснано — это искусственное образование, придуманное в основном для того, чтобы пристроить какое-то количество очень хороших, талантливых, толковых, нужных делу людей на большие зарплаты и не обременять их никакими серьезными процессами. Роснано и вообще само по себе явление какого бы то ни было в одной кучке оказавшегося достижения, оно нелогично и нерационально. Когда только-только перешли массово на электромузыкальные инструменты, вот вдруг был такой момент, когда экспериментировали, экспериментировали, а потом в какой-то момент стало массовым явлением, особенно в том музыкальном направлении, которое у нас воспринималось в СССР как андеграунд. Музыкальные инструменты стали электрическими. Электрогитары пошли вплоть до того, ну клавишники, естественно, потом появились всякие имитаторы духовых, и масса очень интересных и в том числе неожиданных по звучанию инструментов появилась. Когда Pink Floyd, например, пришел со своими серьезными работами, то, в принципе, очень много у них альбомов построено как раз на неожиданном звучании того, что, в принципе, звучать не должно и уж точно не так. Советский Союз на это отреагировал самым парадоксальным, но традиционным образом. У нас ведь, если есть проблема, то под нее должен создаваться какой-нибудь, в лучшем случае, министерство, в худшем случае, отраслевой трест. И если есть проблема, то сначала создается административная надстройка, которая этим явлением будет руководить. То есть, если ты не можешь никак помешать, значит, ты должен возглавить. Если бы в какой-то причине Советский Союз или мы сейчас в нынешнем градусе деградации нашей страны захотели бы всерьез разобраться, ну, например, с Солнцем, то мы бы сделали министерство Солнца, которое занималось бы изучением вопросов, брало бы финансирование. Так вот, Советский Союз, когда присутствие электрических инструментов музыкальных стало совершенно невыносимым, сделал удивительную вещь. Мы создали оркестр электромузыкальных инструментов. Мы не стали добавлять по одному, по два, по три музыкальных инструмента в уже сложившиеся коллективы. Тем более, мы же не должны были как-то официально потакать всяким веросам, червоным гитарам и прочим. И мы сделали грандиозный оркестр электромузыкальных инструментов, который просуществовал очень недолго, в силу своей глупости абсолютной. Ну, вот он никому не нужен. Роснано — это точно такое же явление. Нанотехнологии, во-первых, они спутники немножко другого индустриального уровня. Мы сейчас не на том качественном уровне, чтобы позволять себе массовое изучение и, тем более, применение нанотехнологий. Ну, не по сеньке шапка. И Роснано — то же самое, как и, например, Сколковский проект. Это абсолютная пустышка, очень затратная, совершенно не безобидная, в том числе и потому, что постоянно пытается найти какое-то оправдание своему существованию. Вот Сколково, в принципе, должно быть аннулировано, ну, во-первых, для того, так же, как и Роснано. Роснано аннулировать и Сколково аннулировать для того, чтобы просто не потреблять деньги. А если мы хотим науку, то наука должна быть там, где она оставалась, в том числе в институтах, чтобы аспиранты приходили и поддерживали эту тему поколениями. У нас на сегодняшний день, особенно в технических вузах, трагедия в том, что если дедушка-профессор завкафедры умер, вместе с ним умерло отраслевое направление. Аспирантов не было так давно, что передать эстафету оказалось просто некому. И если посмотреть на коллапс, творящийся в Московском энергетическом институте, там некоторые кафедры закрываются именно потому, что все, последний носитель этих знаний умер. И поэтому не может быть никакого Сколково, не может быть никакого отдельно стоящего Роснано. Либо у тебя эти технологии являются естественным результатом твоей повседневной работы, но не потому, что у тебя задача сделать нанотехнологию, добыть что-то на таком мизерном уровне. Ведь нано — это на самом деле размер. Это просто очень-очень что-то некрупное. Это те самые технологии, так красиво названные нанотехнологиями. Это когда раньше телефон был размером с целую будку, а сейчас телефон — это маленький модуль, встраиваемый в что угодно. Раньше видеокамера была стационарной, очень напоминала пулемет Гочкиса, а на сегодняшний день видеокамера прячется в брелок и имеет практически сопоставимые тактико-технические характеристики. Вот эта тенденция к уменьшению, она в том числе у нас возглавляется бесполезной и совершенно, на мой взгляд, бессовестной структурой под названием Роснано. Чтобы как-то оправдать свое существование, заодно чтобы косвенно немножечко подправить свой имидж и ко всему прочему объяснить, чем они занимаются, они сейчас вовсю встряли в проект под названием «Инновационная дорога». Эта инновационная дорога у нас на отшибе жизни — это Пятницкая. Если кто не знает географию города Москвы, Пятницкая — это та улица, на другом берегу которой находится Красная площадь. Вот в этом медвежьем углу у нас создается инновационный проект, а инновация — это волшебное слово, под него сразу все как-то становятся добрее сердцем и щедрее кошельком. Так вот, инновационный проект, инновационная дорога и Роснано изобрело, наконец-то, удивительную вещь. Она называется маркер. Маркер — это такая важная штука, которая прибивается гвоздями, наногвоздями, к наноасфальту, и работает она на светодиодах, у нее светодиодах, работает она на аккумуляторах, в том числе на солнечных батарейках. Когда у тебя под колесами солнечная батарейка, это, в принципе, работает шикарно и долго. И это подсвечивает дорогу, это всего-навсего светящаяся разметка. Учитывая, что Пятницкая — это такой глухой, неосвещенный, на отшибе находящийся кусок географии, что, конечно, там иного способа заставить водителя обратить внимание на разметку не существует, как подсветить саму разведку. Ну, нету там никакого освещения. И Роснано мужественно изобретает потрясающие маркеры, стоимость 100 долларов, и на всю улицу Пятницкую необходимо порядка трех миллионов, для того, чтобы все датчики можно было наногвоздями прибить к асфальту. При этом маркеры, они есть белые и красные, белые по ходу, красные против хода, а поскольку Пятницкая улица, она односторонняя, то красных там, конечно, надо побольше понаприбивать. И, видимо, это последний способ помочь как-то водителю сориентироваться в жуткой совершенно запущенной Пятницкой улице. И только вот такие маркеры стоимостью по 100 долларов могут подсказать человеку, что вот тут, знаете ли, перекресток, а вот тут, наверное, все-таки нужно соблюдать рядность движения. Иначе просто никак. Замечательный проект, он полностью оправдывает существование на свете Роснано и великолепно демонстрирует и КПД этой организации, и в целом ее очень успешные меркантильные завоевания. Блистательная вещь. Если помните, как только у нас закончили с МКАДом и выплеснулся весь потенциал Лужкова на внутригородские улицы, у нас начали приклеивать к асфальту не маркеры по 100 долларов, а катафоты по, ну, конечно, по закупке они были, может быть, тоже 100 долларов, но себестоимость у них была другая. К асфальту прибивали беленькие и красненькие светящиеся такие очень неудобные бугорки, на которые, когда наезжаешь колесом, не понимаешь, что происходит. А если на большой скорости, то понимаешь, что происходит, поскольку происходит все самое нехорошее. Их прибили к асфальту, они довольно быстро все поотваливались. Какой бы то ни было серьезной функциональной нагрузки они исполнить не успели, поскольку городок у нас не очень чистый. А вот теперь в нашем грязном городе на плохом асфальте появится, наконец-то, маркер имени Роснано. Сама по себе инновационная дорога — это полигон для инноваций, ну, естественно. И туда уже отобрано 80 проектов. Например, на инновационную дорогу положат, наконец-то, новый асфальт. Его сейчас как раз изобретают. Причем о том, что у нас изобретают новый асфальт в стране, я слышу со времен советской власти. Вот когда я еще включал программу «Время», мне там тоже рассказывали всякие очень серьезные люди, обязательно с привлечением Порторга. Порторг был вторым. Первым был инженер, он говорит, мы изобрели специальный асфальт. Порторг говорил, что наш завод теперь его будет производить так много, что в стране станет хорошо. Вот у нас дорожные отрасли уже порядка 150 лет, они как-то даже здесь юбилейчик какой-то отмечали. Дорог нет, но это не важно. И Роснано теперь причастны к тому, чтобы маркеры гвоздиками прибить с батарейками солнечными к специальному нано-асфальту. Там будет еще нано-бетон, нано-арматура. Вдоль дороги в Пятницкой поставят, например, тоже блистательные инновационные столбы. Инновационность этих столбов в том, что они пластмассовые. Ну, наконец-то. А тут что-то как-то железные стоят и бетонные. Вот бетонные стоят иногда по 40-50 лет. Ну, надо бы поменять. И тогда ставят железные. А железные, ну, все-таки коррадируют. Тоже бы надо бы поменять. Вот теперь поставят пластмассовые. Ну, очень хорошо. Это невероятная нано-технология. И, кстати, Роснано у нас ведь он практикует. У нас пару лет тому назад Роснано заявил о том, что он крупнейший в мире реализатор подобных технологий. Потому что на автовазе есть нано-краска, куда какую-то спецдобавку плюнули. И теперь все машины покрашены этой нано-добавкой. Ну, и там в лампочке какой-то в фаре тоже что-то нано. Но реализоваться до конца не смогли. И вот имиджу это не очень как-то способствует. И вместо того, чтобы выкидывать наши деньги, перед тем, как закрыться, если Роснано хочет все-таки имидж свой обелить, у немногих в нашей стране организаций есть блистательный шанс это сделать. У них же Чубайз. Чубайза, вот если, например, посадить лет на 35, а потом закрыться, имидж Роснано будет безукоризненным. Новости. Четыре балла, утверждает Яндекс.Пробки. Ну, естественно, Щелковка уже умерла. Ярославка тоже вот уже в коллапсе бьется. Ну, как ни странно, кольца еще движутся, удивительно. Четыре балла такие, очень лукавые четыре балла. Поговорим. Сласть. 65, 10, 9, 9, 6. Телефон как раз подсказывает, что никакие не четыре балла. Судя по количеству пытающихся дозвониться, там гораздо больше. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Вот давно хотел с вами пообщаться. Мечты сбываются. Вот хотелось высказаться по сегодняшней теме нанотехнологий. Учился я в университете, заканчивал автомобильный факультет лет 20 назад. Это в каком университете? Ну, я во Владимире родился, и вот там у нас политехнический университет и кафедра автомобильная. Обалдеть. Универф, замечательно. У вас университетское образование. Да, и не первое, у меня есть еще и второе. Ну, как бы, это не суть. Хотелось сказать вот что. Что, может быть, нашим нано таким людям предложить уже решение давно пробок, которые давно во всем мире нашли пути решения. Павел, на всякий случай уточню, что эти люди, причастные к нанотехнологиям, они называются нанисты. На мой взгляд. Ну, понятно, да. Ну, в частности, вот нам еще в те годы даже рассказывали, что такие вещи, как вот, ну, типа движущиеся молнии, да, то есть вот как мы застегиваем молнию у нас на куртках, да, такая же полоса из таких же вот железных конструкций есть, и машина как бы с утра едет в три часа ночи и передвигает эту молнию на одну полосу, увеличивает движение поток вперед. Вот, ну, допустим, в Москву, да. А обратно, когда час пик в другую сторону, она просто на две полосы в другую сторону сдвигает. Как бы, даже вот такие простые вещи, ну, уже давно вот используются. Ну, реверсивное движение уж как минимум. Ну, да, 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 ну, проще намного. Но когда нанисты лезут осваивать сразу 80 технологий в центре Москвы и приколотить светодиодные датчики по 100 долларов за штуку норовят, я сильно подозреваю, что их интерес не в том, чтобы мы куда-то поедали. Ну, да, скорее всего в этом. Ну, как и во всем в нашей стране. То есть тут неудивительно. Да, неудивительно, согласен. Ну, и вопрос по автомобилям. Вот, очень давно слушаю вашу передачу, но все время хочу задать вам вопрос по Матизу. Почему-то вы все время говорите, нет коробки автомата у него. Ну, она была, мелькнула и последние несколько лет не поставляется. Если вы у узбеков купите эту машину, пригоните на свой страх и риск, то вы получите новенькую Матиску с коробочкой автоматик, а так у него, к сожалению, эта комплектация на наш рынок не поставляется. Хотя, да, выпускается. Это у нас году, наверное, в восьмом, в девятом закончили Матисы с автоматами. И все то, что у нас с автоматами бегает, это, к сожалению, вторые руки, третьи, четвертые, пятые. Ну, да, но это будет дилерская машина. Да, потому что других поставок у нас не было. Это все УЗДУ, они молодцы, они неплохо торговали этими машинами, но потом что-то у них не заладилось, ну, и решили, что пусть он будет на ручке. Причем там моторчик-то 0.8, у них же два мотора, 1.0 и 0.8. Вот к 1.0, к 4-горшковому, они АКПП примастерить не смогли. Ну, никак он не приклеивался, там, и винтики не подходили по резьбе, и места не хватило. Поэтому автоматическая коробка у них с двигателем 0.8 агрегирована. Ну, вполне достойно. Вот у меня у знакомого такая машина, я катался, как бы, и вполне достойно. А что с ней может быть в перспективе, то есть поломки вот именно у автомата? Там плохо все или хорошо все? Там все очень достойно, и Матис это машина, которая является, на мой взгляд, надгробием над автовазом. Потому что до уровня Матиса, до уровня Уздео, автоваз не дорастет в ближайшие лет 700. И по качеству комплектующих, тем более, что очень многие серьезные вещи, ну, коробки нет. Ну, вот двигатели, например, они же тоже местные. Узбеки собирают эти моторы. И узбеки молодцы, они показали, что можно взять, вот так вот с нуля в чистом поле, построить завод, и будет качественный автомобиль. А не этот наш вечный автоваз. И по автоматам, вот у меня было одно время под наблюдением подобный агрегат, где-то, наверное, после 140 тысяч я потерял след его. Но за 140 тысяч у этой машины, по-моему, зверски перегорел стоп-сигнал. Одна лампочка стоимостью 18 рублей. Именно на автомате? Именно на автомате. Других проблем не было, причем он четырехступенчатый, нормальный и хорошая пара. Ведь он же кореец, это же не узбекский автомат. И он таскал на себе всю корейскую мелюзгу на протяжении десятилетий. Достойно работает. Я рассматриваю как раз вторичный рынок, вот эти вот газа 8 и 9, много предложений. А как вы посоветуете, нужно ли будет мне там вот в коробке масло поменять именно в автомате? Или не стоит туда вообще лазить? Нет, конечно, нужно. Когда вы купите эту машину, вам нужно будет посмотреть, что у нее почем. Нужно будет посмотреть, вынуть щуп и глянуть, мутная или не мутная жидкость от Декстрон. И он не относится к категории тех агрегатов, у которых масло залито на весь срок службы. И даже те, у кого залит на весь срок службы, это все наглое вранье. В расчете на то, что либо вы умрете раньше, либо вы продадите раньше. Не бывает вечного масла в коробке автомат. Вообще не бывает. Хорошо, вот двигатели мы знаем 15-10 тысяч, а автомат как? Автомат где-нибудь, наверное, не чаще, чем 40-60. Но это нужно посмотреть, у вас автомат в каком состоянии, что у него там в принципе происходит. Немного диагностов, которые умеют грамотно заглядывать через маленькую вот эту дырочку в недру автомата и попадать прямо в душу своим внимательным взором. Но такие люди тоже случаются. Ясно. Ну, в общем, смело берем на вторичке автомат и катаемся, и все хорошо. Да, единственное, что смотрите, подшаманили его по кузову или нет, потому что матиска, он сделан из фольги. Фольга это по кромкам дверей, иногда по порогам. Да. Она, к сожалению, дырявится. Но, знаете, у него настолько грамотно спроектированный кузов, что даже когда у него внешняя скрулпа ржавая, и в том числе пороги, у него внутри такие усилители стоят, что, по большому счету, на безопасность, на полет и на глубину брода это не влияет никак. А еще сразу же по кузову, допустим, вот найду я, что кромки дверей еще живые, и вот чтобы их сохранить, надо ли туда, ну, знаете, как в наши времена еще лили масло, там что-то отработка, вот что-то такое сделать, или не стоит этого все? Знаете, очень многие припарки для мертвых, они не делают, конечно, живым, но они слегка замедляют процесс, потому что раз коррозия пошла, вы не повлияете на нее никак. Процесс окисления, увы, это химическая реакция, вы можете только ее потихонечку замедлить, в том числе консервантами, старым родным советским мавилем, или чем-то похожим, но чудо не произойдет. И последнее, Сергей, вот хотелось вам, ну, как бы, может быть, даже домашнее задание, что ли, такое сделать, чтобы передачу, ну, вот, вступительную в вашу часть подготовили, ну, потому что все время понятно, что хвалить нас, наших руководителей, не за что, но, может быть, вы что-то где-то найдете такое полезное, что они такое сделали, и нам все это, ну, откроете хотя бы какой-нибудь секретик в этом, мы хотя бы тоже, ну, будем знать, что, ну, не совсем все так плохо. У нас на прошлой неделе прошло совещание по безопасности, которое организовывало ГАИ, и позвало туда в том числе синеведерочников и журналистов, и показывали они технологии, как бы сберечь детей. И в кои-то веки выяснилось, что у ГАИ тоже бывают умные сотрудники, и эти люди всерьез готовились к тому, чтобы презентовать прессе, в первую очередь, свои наработки по детской безопасности. Это комплекс мероприятий, он не касается одного какого-нибудь штрафа или одной специально выпоротой на центральной площади нерадивой мамы, которая не пристегнула ребенка. Это комплекс мероприятий. И комплекс здравого смысла, который почему-то вдруг не смогли вовремя возглавить, увезти в сторону и привести к полному ничтожеству, меня порадовал. Потому что это был очень редкий пример умного подхода к серьезной проблеме. А вот дадут этому всему? — Ну, наверное, они постараются, но, как показывает практика, те, кто придумал, обычно ужасаются тому, что сделали. Потому что делают другие люди. Представляете, к какому-нибудь инспектору по пропаганде приходят материалы о том, как он должен срочно изменить детскую смертность у себя в районе. — Ну, понятно. Вы нам так расскажете вкратце, что там интересного вы могли предложить? — Это серьезная работа надолго, да. В принципе, я могу по этим материалам пройтись. Там было много любопытного. Вот это вот любопытное, оно, может быть, со временем к чему-нибудь приведет. Хотя, конечно, это тоже локальный случай, потому что у нас дети гибнут на дороге не от того, что нету этой системы и нету этого предложения. У нас люди на дорогах гибнут от того, как, в принципе, устроена жизнь в стране. И главный застрельщик все-таки у нас государство. А ну, как мы ездим, по каким дорогам мы ездим и на чем мы ездим. Если бы наше государство всерьез, например, заботилось о какой бы то ни было безопасности, оно прямо сейчас бы закрыло бы автоваз и открыло бы границы для того, чтобы мы ездили на драном европейском барахле старше трех лет. Потому что у этого барахла старше трех лет у него пять звезд по Евронкап, а на автовазе нету ни одной машины и не будет никогда по пять звезд Евронкап. В принципе, не будет. То есть автоваз до этого не дотянется ни при каких обстоятельствах. Четыре, может быть, они когда-нибудь сами себе намухлюют. Они один раз подпрыгнули до трех и очень сильно обиделись, что Евронкап взял и ужесточил правила, и они как-то не попали в мейнстрим. Очень они огорчились. А так хотелось. Не получается у ребят. Если бы наше государство заботилось бы о нас, а не о себе, мы жили бы в другой стране. Но, к сожалению, у нас картина пока не соответствует заявкам. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Семенович. Здравствуйте. Вопрос, какого плана? Сейчас вот прикупил я второго уже в моей жизни Citroёn C3 Picasso. Первый был C1, сейчас C3 Picasso на роботе. Ну так, всем доволен. Машинка очень даже не нравится. У меня вообще французов я раньше не то, что не любил, а как бы я их вообще не понимал. Но со временем, в общем-то, всё изменилось. Вот. И, но тем не менее, сейчас вот так, как я землю прикупил, надо часто возить там всякие стройматериалы, вы понимаете. Вот смотрю с завистью на Mitsubishi Outlander. А в чём зависть? Это легковая машина, в которой мешок цемента, например, не повезёшь? Да, а прицеп? Ну, прицеп вы и к Picasso можете присандалить. Присандалил. Вопрос дорожного просвета. Просто дороги у нас там не самые лучшие совсем. Дороги у нас не самые лучшие даже на Пятницкой в центре Москвы. Срочно делают их там. Да, там срочный ремонт нужно в несколько миллионов. Я думаю, миллиардов, миллионы нет, не наш масштаб, не наш. То есть вы ищите себе что, кроссовер или вы хотите уже всерьёз дать бой бездорожью? Или вам нужен грузовик? Нет, кроссовер, кроссовер, ни грузовик мне чуть не нужен. Главное, кроссовер. Ну, кроссоверов, к счастью, много. И Outlander в том числе, он не очень понятно, почему может вызывать зависть, но машин с достаточным дорожным просветом где-нибудь так 170-180, а иногда и 200, как, например, у Renault Duster, они вполне позволяют преодолевать много чего. Оставайтесь на линии, сейчас мы вернёмся к этому. Михаил, вы ещё с нами? Да, конечно, я здесь. То есть получается, что вы ищете машину, которая построит вам дачу? Ну, будет хорошим помощником по хозяйству. Ну, да. Дело в том, что я и механическая коробка – это вещи, несовместимые в природе вообще. Ух ты, как вы далеки-то от природы. Да, к сожалению, вот так. Я в разных стиленах нахожусь с механическими коробками. Да. Вы далеко оторвались по линии прогресса. И, кстати, у Duster тоже будет скоро автомат уже в конце этого года. Но будет-будет. Причём вполне возможно, что они даже не уронят дорожный просвет. Там они сейчас как раз пытаются инсталлировать всю эту штуковину и посмотреть, как оно будет ехать. Но, ещё раз, вот вы сказали, Outlander вызывает зависть. То есть это говорит о том, что вы тяготеете к комфорту, и для вас машина будет в основном по доставке тела к месту строительства. Или она у вас будет таскать, грузить, возить? И иногда таскать, грузить, возить. Или всё-таки тогда пикап, но уже настоящий, уже весь из себя маленький грузовичок, на который вы действительно много всего накидаете. Но главное, что просто семью с собой не всегда возить в дальний путь. Там не всегда удобно. Ну вот, это тоже вот но, которое я обдумываю, между прочим. Ну, есть пара гуманных машин у нас на рынке пикапов. И Toyota Hilux, и Volkswagen Amarok, у которых сзади уже нормально можно сесть. Уже полноценная лавка, и это не компромисс. Уже будет не жалко тех людей, которые там едут. При этом кузовок хороший, а, например, Volkswagen Amarok, он вообще-то здоровый. По нему это не очень заметно. Вот когда садишься внутрь, понимаешь, что он в полтора раза больше любой другой машины на дороге. А с улицы смотришь, ну, обычный пикап, то есть не больше, чем BT-50 или там какой-нибудь Ford Ranger предыдущего поколения. И у него коробка автомат есть. У коробки автомат у него куча электронных помощников и блокираторов. И если вы ставите зубастую резину, то на этой штуковине вы можете даже ехать, в общем-то, по нашему русскому разгильдяйству. Вполне. И груза много, кабина нормальная, дорожный просвет есть. Может быть, это ответ на вопрос. Его не так жалко, потому что вы не в салоне будете все это вести. И лестницу вы туда не сунете, и мешок с цементом. А в кузове, ну, кузов на это обречен, да. Ну, может быть, да. Возможно, посмотрю теперь и на этот вариант. Тем более, что Outlander по цене, вот когда его приходишь и берешь за троечок, а потом добавил губозакатыватель, поп-жужжатель, еще чего-то того, что ты там жареные рыбы на закуску и еще стакан парного молока, и выясняется, что он стоит, ну, очень сопоставимым с пикапом денег. Либо, например, L200, у которого постоянный полный привод, и это его большой плюс. Огромная заслуга перед всеми нами у L200 именно в том, что он на постоянном полном приводе с суперселектом едет. У него тоже кузовок, да, чуть поменьше, чем омароковский. Салон у него чуть поскромней, но стартовый ценник, ну, чуть более гуманный. Самое главное просто не вляпаться в техобслуживание у Rolf, потому что, ну, знаете, там бывают иногда летальные исходы у клиентов, когда они ценник видят, и вообще вежливое обращение и так далее. Ну, какой кошмар, какой кошмар. Ну, к сожалению, да. Там иногда бывает за водкой на машине съездят, а потом говорят, что сам ты дурак. Нормальный советский подход. Но у вас есть одна комфортная городская машинка, Пикассо на роботе, тем более вы по характеру смогли адаптироваться. Это не он к вам адаптировался, это вы к нему адаптировались, и у вас с ним полное взаимопонимание. Потому что он-то на самом деле вас не очень любит, а вы его полюбили, и после этого он ответил вам взаимностью. Во всем остальном Пикассо тоже шикарный, он удобный, в нем здорово. Сел в этот домик на колесах и поехал. И красота. И после брать однотипную машину. Вот Outlander, это будет, ну, немножечко на другую тему сочинение, но это будет тоже просто легковушка. И дачу вы на ней не построите. И снежок выпал или дождик прошел, и все, и ничего не получилось. А вот пикапчик, ну, пикапчик иногда помогает на соседнюю стройку за гвоздями заехать. Александр, здравствуйте. Вечер добрый, Сергей. Спасибо, что дождались. Ой, сколько я звонил к вам, наконец попал. Сколько денег вы потратили на этот контакт? И вот понедельник... Это не важно. Александр, а говорят, что понедельник день тяжелый. А смотрите, как результативно он у вас заканчивается, на какой оптимистичной ноте. Это более чем я ожидал от понедельника. Никто не ждал. Да. Так вот, я, собственно, являюсь владельцем чудесного автомобиля Skoda Yeti уже два года. Вот, 85 тысяч уже прошло пробега. Да, хорошо. Так вот, буду сейчас кошмарить владельцев. Вот, у меня 1.8, ручка. Правильно. Ну, в общем-то, да, видимо. На тот момент, когда покупал DSG, не было. Ну, я думаю, что и слава богу, видимо, что-то как-то пугает меня. Много, большое количество отзывов отрицательно. Так вот, за эти два года, честно говоря, по мелочам, но тем не менее. Поменяли эмблему заднего логотипа Skoda. Но это ладно. Мутнело после омывайки. Далее. Так. Интересный дефект. Ну, как бы, на скорость не влияет, но тем не менее. Далее. Поменяли в патрубок воздушный, подводящий к турбине воздух. Ух ты. Запутевал в районе соединения с турбиной, собственно. Что-то там какой-то дефект, опять брак поставщиков. Ладно, далее. Поменяли помпу охлаждающей системы. Подтекало. На каком пробеге? Сейчас скажу. Буквально где-то 10 тысяч. На 75 тысяч где-то было. Ух ты. Прокладку пробило из-под прокладки? Не знаю, не знаю. Не уточнял. Но это как бы за весь срок. Буквально к тому моменту, как поменяли помпу, я долил где-то грамм 300 антифриза. Как только вы начали до меня дозваниваться, тут помпа-то и потекла. Ну, нет. Нет, на самом деле это второй раз, когда я к вам пытался дозвониться. Так вот, далее. Буквально вот в 75 тысяч я поменял диск сцепления. Была такая чудесная штука на ручке, когда буквально после первой зимы, точнее в зиму первую, при определенных температурах оттепельных заморозок, при трогании холодного автомобиля начинал погано скрипеть или попискивать. В момент трогания, вот схватывания диска. И это продолжалось вот буквально почти два года. Я ездил, читал форумы, народ писал, да, есть проблема. По-разному разные дилеры решали. Итог. Вот, ближе к 80 я приехал, к 80 тысячам. Я приехал к дилеру, говорю, вот, с сцеплением какие-то проблемы. Меня посмотрели так. Говорит, ну, может быть, уже пора поменять? Говорю, нет, не пора. Никогда не менял на своих машинах, это третья машина моя, сцепление раньше 150. Так вот, поменяли по гарантии, действительно. Оказалось, проблема вся в некачественном, не уплотнительном, а, не знаю, кольцо, кольцо диска сцепления, на который давит тарелчатая пружина. Вот, действительно, брак. То ли материал не тот, то ли размер не выдержан. Вибрировало, в резонанс входило. И поменяли вместе с диском на 80 практически тысячах пробега. Так что, вот, пусть имеют в виду люди, у кого такой дефект есть. Вот. С кратким изложением проблем по форумам, прочитанным и прожитым, Александр, из негатива переходит в позитив. Ну, надеюсь, надеюсь на это. И вот, с вещем вопрос. Много читал тоже про некоторые огрехи системы ГРМ на ТСА и двигателях. Но в большинстве случаев касалось проблем 1, 2, 1, 4 двигателей. Что ждать? Стоит ли лезть вообще? Менять натяжитель, там, проверять что-то? Натяжение цепи. Насколько это вообще страшно? Ну, страшно-то, я понимаю, что это очень страшно, если что-то все-таки с цепью случится, если она проскочит. Но, тем не менее. Вот у вас гарантия когда заканчивается? Уже. Уже закончилось. То есть вы можете совершенно спокойно ехать уже в гараж? Я поменял все, что можно. Да. Я так надеюсь. Под дембель. Это понятно. Нет, 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 стоп. Нет, это не совсем все. Мне еще покрасили три двери и бампер передний. Зачем? А что с дверями? Ну, маленький нюанс. На передних дверях, точнее на задних дверях, вместе с передними, с торца, присутствует такой резиновый уплотнитель, как на Октавии. Так вот, этот самый чудесный уплотнитель, как говорят дилеры, ну, тоже был с брачком, видимо, дубоват. Ну, и красочка на дверях передних подтерлась за два года. Александр, как блистательно вы своего дилера выдрессировали. Это разные были дилеры. Подвиг тем более масштабен. У вас есть какой-нибудь обобщенный опыт, знаете, такой справочник дрессировки дилера? Потому что у вас очень результативно. Вы по таким нюансам их прогнали, что, я думаю, иногда они даже удивлялись. Удивлялись, да, но больше меня мучили с диском сцепления. Я несколько раз, раза четыре, наверное, подъезжал к разным дилерам, говорил, говорили, спрашивал. Мне отвечали, что нет, не было ни разу у нас таких чудес. Тем не менее, бывает. Они всегда так говорят. Бывает. В первый раз дедушка Ленин умер. Ну, вот раньше никогда не умирал, а сейчас почему-то умер. Рано или поздно. Да, Александр, значит, теперь вы спокойно едете в гараж, спокойно ищете людей, которые понимают в двигателях, вообще в двигателях, не только в ТСА, вообще. И смотрите натяжение, ролик, и вообще, как у вас выглядит привод ГРМ. Потому что вы к дилеру, если приедете, вы не получите ответа на вопрос. Дилер говорит, либо нормально, либо ненормально. Насколько нормально, либо насколько ненормально, говорит только человек, который лично вам чем-то обязан и хоть как-то заинтересован в вас, как в клиенте. Дилер заинтересован только в деньгах, а не в результате. Поэтому вы приезжаете к тем людям, которые занимаются двигателями, и спокойно ставите им задачу. Ребята, давайте посмотрим. Ушли уже фазы или нет, что там у нас найти с натяжителем, надолго ли его хватит. Тем более, что что-то регулируется, а иногда кое-что меняется в сборе, в зависимости от технологии. По-всякому бывает. Мотор у вас очень неплохой, 1.8, но вы абсолютно правы, следить за ним надо пристально и внимательно. И в конце концов, если вы хотите, то я могу вам про своего двигателиста дать. Найдите меня через Фейсбук. И там у меня регулярно спрашивают вот эти контакты. Я отправляю к одним и тем же людям. И все потом говорят, да, спасибо. Они нашли причину, они помогли разобраться. И при этом, ну, естественно, по ценнику, официальному дилеру и не снилось это. Хорошо, спасибо. Успехов вам, как приятно. Все-таки, с одной стороны, есть проблемы, но с другой стороны, вот настолько нормальная сбалансированная машина, что это не отравляет существование ее. И в кои-то веки получается, что у Александра дилеры исполняют ту самую недостающую функцию. Они помогают нормально дальше ехать. Не бороться с ними, не искать какие-то проблемы. К дилеру приехал, дилер, в общем-то, исполнил свой долг перед Родиной. Илья, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Хотел бы выразить вам благодарность. Очень интересно рассказываете. Выражайте. Илья, знаете, это у нас такой оборот. Хотелось бы сказать. Скажите. Хотелось бы выразить. Выражайте. Выражайте, Илья. У меня вопрос. Значит, интересует автомобиль для серьезного бездорожья. Сам приобрел Hyundai T-Rocan 2003 года выпуска. Ух ты. Мотор, значит, бензиновый. Три с половиной литра, значит, 195 лошадиных сил. Но автомат. Вот. В этом вся загвоздка. Поставил хорошую резину Борис Федорович Гудрич. Ну да. Трейн. Собственно, снег-то отличный и по грязи, и по всему. Но проблема в чем? Если, собственно, например, поляна целина, снег, я, когда заезжаю, не чувствую, как на днище потихонечку. То есть, если это произошло, соответственно, тут только уже трос помогает. А на другой машине вы бы почувствовали это или на другой резине? Ну, на, по крайней мере, на механической коробке я думаю, что у меня было бы больше шансов выбраться. Не сильно. Ну, знаете, если вы уже заякорились, если вы уже залипли на грунте, то вам мало что поможет. И вот когда, например, знаете, когда на Волоке выходного дня, например, вот мы в две машины, передо мной шла 79-я Toyota, Land Cruiser, на механике, а я ехал на Pajero с автоматом. Ну, вот мы с ним как оба приклеились к грунту, так он на своих великолепных колесах, тем не менее, тоже, в общем, выкапывался потом. Другое дело, что он как-то более-менее выдрался, а я на летних, ну, у меня балетные тапочки были. Оставайтесь, после новостей продолжим. Алло, Илья, вы еще с нами, да, насколько я понимаю? Да, да. То есть вы залипли на радиостанции? Да. Итого, то есть у вас подозрение, что автомат не дает вам возможности самому откопаться? Просто стоит ли мне заниматься дальше, так скажем, улучшением своих характеристик автомобиля или пересаживаться на механику, отвешиваться, ставить лебедки и так далее? Вот большинство людей, которые занимаются бездорожьем всерьез, они уже давно не ездят на механике. На механике остаются только фанаты ленд-ровера. Вот те, у кого избыточное здоровье и кто мечтает получить инвалидность, они ездят на 110-х. После этого, как правило, их продают именно потому, что начинаются проблемы. Там то позвоночник, то почки, то там рука отнимается, то еще что-то. Ну, это геометрия автомобиля такая. Все остальные в основном катаются на сотках, на двухсотках. 105-х-то очень мало. И сотка-двухсотка, она на автомате, на дизеле. И выезжают и за счет геометрии, и за счет, что называется, опыта и чутья, но также за счет мощности мотора. Вот почему тот же самый Амарок, например, он не герой бездорожья? Потому что у мотора не хватает. А почему 79-я Toyota Land Cruiser, она герой бездорожья? Потому что вот когда у нее двигатель уже начинается большого объема, да тем более дизель паровозный, вот она может, что называется, провернуть там не 33-е колеса, а там 30, ну, в общем, сильно большего размера. Понятно. У нее именно характеристики намного лучше. Вот нельзя сказать, что кто-то всерьез отличается и вырывается вперед. Это совокупность нюансов. Но профессиональные бездорожники, те, кто шляется уже так вот на убой, они перед тем, как поехать, в том числе и по целине, они идут, ее смотрят. То же самое Леша Мочалов. Он может на любом кроссовере поехать туда, куда Макар не просто телят не гонял, а там Макара в принципе не водится. Но он обязательно пройдет ногами, посмотрит. В том числе и по лесу, в том числе и по раскишей грязи, в том числе и по болоту. Вот на метр левее или на метр правее. И за счет этого он позволяет машине не залипнуть. Хотя, в принципе, вот если так вот, а по прямичку. Опа! И сели. За счет того, что сходил в разведку, не сел. И очень мало кто сейчас ездит на ручке. Автомат позволяет довольно часто сглаживать вот эти все моменты, которые и засаживают машину. Но когда упираешься в предел проходимости, ну не зря же у всех хайджеки и лебедки. Понятно. Потому что без вот этого вспомогательного оборудования всерьез штурмануть нашу Россию не получится. Ясно. То есть, я понимаю, лучше, наверное, тогда не париться по этому поводу. Так хочу сказать, автомобиль очень хороший. Купил его с пробегом 130 тысяч. Накатал уже 176. Из таких серьезных поломок, ну это только, значит, сорвало ролик натяжения ремня генератора, если не ошибаюсь. Ну это не очень страшно, хотя и неприятно. И вы то, я доехал на аккумуляторе домой, вернулся в автосервис, там мне просверлили, ставили виной, все вернули обратно, все работает. Вот. И есть проблема с функционером. Говорят, что давление есть, но примерно через месяц уже, значит, прион то ли испаряется, ну в общем, летом уже теплый воздух идет. Непонятно по какой причине. Как хорошо, что мы с вами не избалованы и без кондиционера можем выжить. Мы же не американские пехотинцы, которые сразу помрут от этого. Но у вас вот таракан очень удачный, потому что бензиновые, они сильно выигрывают перед дизельными. Дизельные, тем более у них же была как раз очень такая серьезная экспериментальная система управления впрыском, и дизеля у нас передохли все. Кстати, ваш еще не ржавый? Как у него с коррозией? У нас предыдущий владелец очень хорошо обработал днище. Я даже был удивлен, я лазил под бампер, буквально нигде не заметил, чтобы вздутая краска была. Есть сколы краски, но даже голый металл, он ржавчины не принимается особо. Дай бог, потому что... Я обрабатываю, но особо претензий к кузову нет, не замечал. У корейцев, у них, к сожалению, железяка так себе слабенькая. Александр, здравствуйте. Добрый день. Рад вас слышать, Александр. Скажите, пожалуйста, очень озадачен выбором, такой даже может быть необычный выбор, могу позволить себе купить машину где-то до миллиона, но хочу не совсем новую, а хочу полугодовалую с пробегом до 10 тысяч. Где же вы такую найдете? И остановился на нескольких моделях, но вот жена хотела чуть повыше сесть после Ford Focus, это, наверное, Volkswagen Tiguan, но мне более симпатичен, допустим, ну как бы семья, еще двое детей, поэтому мне еще более симпатичен как бы B-класс Mercedes, тоже полугодовал, модель 2013 года. Либо Kia, ну дизельные хочу Kia, и вот вопрос еще по Kia, хороши ли дизеля у Kia. У Kia шедевральные дизеля, фантастические, чрезвычайно удачливые. А вот все-таки эта эклектика, она продиктована тем, что семья не совсем понимает, Александр, ваши порывы? Нет, ну я говорю, жена вот на Ford Focus, ну как она начинала ездить, она, конечно, пороги подмяла, вот, и она больше этим, видимо, не хочет заниматься, хочет повыше сесть. Но внешне и внутренне вообще по качеству нравится B-класс. Это ей B-класс? Нет, нет, мне. А, как у вас все, Геннадий. Ну, мы едем поочередно, да, то есть такая семейная машина. Понятно, ну, то есть вы пока еще не пришли к тому, чтобы купить их две, поэтому вы пока пытаетесь эту шкурку поделить сразу на двоих, завернуться как в семейное одеяло. Это трудно. В предыдущих программах я где-то слышал, что краем ухов буквально зацепил окончание разговора, что вы бы к вас чем-то ругали в отношении даже A-класса, чем-то он мне очень понравился. Знаете, мы все субъективны, и я B-шку, например, не воспринимаю в принципе. Это растянутая Ашка. Ашка мне не нравится, она очень жесткая, особенно по задней подвеске. Она немножко странная и эклектичная, но при всем при том B-класс в Европе бегает в качестве такси. И большое количество, например, вот парижские мсью, они с большим удовольствием ездят на B-классе в качестве автомобиля такси. И женевские, кстати, мсье тоже. И это говорит о том, что особенно с дизелем штука приемлемая, не особо убиваемая, а когда у тебя полна коробочка людей, то уже не важно, как у тебя работает подвеска. Работает она тоже хорошо. У нас дизелей нет. У нас, да, у нас не принято, но мало ли, вы хотите себе... У нас только 1.6 турбированный, 150 лошадей, больше ничего нет. Дизелей вообще бы классно нет. У нас, да, у нас просто у B-шек гамма моторов была обширнее, чем 1.6. Но вы хотите... В 2012-2013 год, вот они прямо вот зажались на этом движке. Откуда вы возьмете эту машину? Где они берутся? Вот она в Европе, собственно, новая, только-только пошла... Нет, нет, это, как правило, из внутренних парков официальных дилеров. Сюда, с Гэнс Русс, там, или... Так называемые демки. Если вы возьмете демомажда, тогда вполне... То есть, этот турбированный 1.6 будет нормально. Тем более, он, ну, он все-таки сильно отличается от своего предшественника. Другая машина. У Тигуана, у него проблемы вот с прошивкой АБС, которую пока еще представительство не решило. Но некоторым везет. А у Кии хорошие дизеля. У Кии фантастические дизеля. И то, как Кия и Финдеки... Ну, да, именно вот дизеля, а почему-то вот Соренто, допустим, да, гонится скорее только дизелями, естественно, почему-то. И с полным фаршем. Вот. Может быть, Соренто, там, двух-трехлетний, или все-таки Спортаж полугодовой. Вот тоже дизель, как бы, вот. Ну, тоже непонятно для меня. У Спортажа у него вот тот самый 2.0 дизель, который сейчас ему подняли, наконец-то, как у АХ-35. Раньше у него в максимальной степени форсировки было что-то 134 лошадиных силы. А теперь вот у АХ-35... 136, да. Да, 136. А у АХ-35 один и тот же мотор. Но у него он был отчипован на 180 с чем-то, там, 184? 184. 184. И вот, когда Спортаж получил эту прошивку на 184, вот эта машина, на мой взгляд, она одна из лучших, в принципе, на планете Земля. Спортаж на дизеле, который 184 лошадиных силы, это фантастика. Да. Это из Кореи вот только они. Да. И мотор шикарный. Ну, можно, конечно, взять тот, который 136, и чипануть его нормальным методом. Нет, они берут 184, сделают ПТС на 136, чтобы меньше платить налоги. Замечательный вариант. Замечательный вариант. Но вот этот автомобиль получается, ну, просто песня. Я когда ездил на АХ-35 с этим мотором, 184 лошадиных силы, ну, это фантастика. То есть эта машина сама по себе АХ-35, она сильно уступает своему мотору. А когда она еще в таком красивом кузове, как у Соренто, ну, то есть у Спортажа, не у Соренто, у Спортажа. То есть Спортаж на этом моторе – фантастика, просто фантастика. А тем более, если вы еще возьмете рыжий, который обычно женщины любят, вполне возможно, что тем самым у вас такой мир и благолепие в доме наконец-то возникнет, что... Ах, какая красота! Вот это тоже очень правильный вариант, когда есть возможность не брать по той цене, по которой вам предлагают новую машину. Если есть какого-нибудь демо-парка, это очень правильно. На сайте очень любопытный вопрос. Тут у нас есть Владимир, он занимается фетишизацией BMW. Довольно серьезная история у него о том, как он ездил на BMW на X-1, на полноприводном. У него машина зимой не заводилась. То есть раз он обращался, два обращался, потом выяснилось, что там была отзывная кампания. И в целом он прошел все вот эти вот круги, ну не то чтобы ада, но прелюдии к ней. В результате дилер ему все нормально сделал, все красиво починил, и никаких серьезных вопросов не было. При том, что отзывная кампания была, когда проведена, ему позвонили, пригласили, позвали, обогрели, накормили, напоили кофе. Все хорошо. Дальше, вот в чем суть вопроса. Была ли это партия бракованных деталей, и в принципе, насколько масштабна ситуация с качеством. Вопрос сформулирован так. Неужели у BMW бывают бракованные партии запчастей, или эти запчасти уже куют в Калининграде? А косвенно это означает так. Неужели BMW бывает непогрешим? А еще как бывает. У BMW, у которого количество проблем в последнее время идет по нарастающей, ну, конечно, это не то, как у концерна Volkswagen Audi. Вы посмотрите, что происходит у Audi, особенно с движками, TFCI-овскими. И вот тут недавно у меня был человек, который очень долго рыдал и спрашивал, что купить, какой купятый. Купятый с бензином или купятый с дизелем? И выяснил, что никакой, потому что и те, и другие одинаково плохи. У BMW точно такая же проблема. У BMW очень много проблем с браком. У них регулярно идут отзывные кампании, у них регулярно возникают косяки. И регулярно BMW-шная конструкторская школа дает совершенно фантастические результаты, когда удивляешься и спрашиваются, вот это BMW, вот эти вот джигули, это BMW? Вот как так может быть? Может, еще как. И так было всегда. И не было периода безупречности. Был период нашей фетишизации, когда мы обеляли, искусственно создавая легенду, превознося до облаков, в том числе и бренд BMW. А потом его как-то тихо приспускали повседневной практикой. В чем главное отличие BMW от большинства автопроизводителей? Не в том, что у него комплектующие менее кривые, менее косые. Нет, они точно такие же. В том, что сама по себе конструкторская школа подразумевает иные ценности. И эти ценности очень многим людям ложатся на сердце. И все, как всегда, в нюансах. Но вот знаменитые двигатели BMW объемом 2,5 и 3, бензиновые, у которых в порядке вещей, когда лопается коленвал в районе первого цилиндра, это одно, это нюансы технологий. Но инженерная школа, конструирование автомобиля идут по канонам великолепным и по лекалам потрясающим. И поэтому BMW и едет по-другому, и чувствуешь себя в этой машине иначе. Ты управляешь этой машиной, и тебе с ней интересно. А так она такая же точно кривая, косая, убогая, и сделана из точно такого же барахла, как и все остальные автомобили на планете Земля. Ну, за исключением, может быть, там прорыва у корейцев. И сейчас корейцы, конечно, по качеству своему поднимаются до такого уровня, который мало кому снится. Нам на корейцев можно только завистью смотреть. У нас узбеки перед носом. Как раз к началу разговора, час тому назад. Уровень узбеков недосягаем для нашего автопрома. До завтра. Продолжение следует...